ребят ну в общем подсчет такой то что я отработал 3 числа я заказал 28 заказов ребят всем привет меня зовут дмитрий вы на канале дин такси вот поздравляю всех с новогодним праздниками желаю счастья здоровья не гвоздя не жезла чтоб на дорогах у вас все было нормально и сегодня вам расскажу как после можно сказать так нового года я выехал поработать ну так знаете как в краснодаре не очень заказами надеялся конечно то что буду на комфорт работать больше людей адекватных меньше синевы но был такой случай я по комфорту вез мужчину женщину из клиента и получилось так то что женщину стошнило она мне брал ослом это не очень приятно хотя мне и чаевых там дал и сам убрал это все чтобы понимали это заказ был по комфорту не канал я представляю чего экономик в общем ребята так подумал либо ты катаешь гарантию либо ты не зарабатываешь сидеть ждать с моря погода пока тебе комфорт прикатится на сумму поездки 100 рублей допустим да если там фортанула то нормально не всегда как бы везет в общем получилось так то что вышел я работать с 3 января грубо говоря нормально принципе поработал утром вышел в 9 утра заказов нету они аж появились в 10 часов через час то есть я понимаю праздники люди от отсыпаются всем нужно отдых потому что днем куражат ночью куражат а потом утром едут на такси и хотят свои права потерять это правильно катайтесь на такси будет таксистов много заказ в общем выехал я 3 числа в 10 часов утра заказы так себе в общем пошли с 10 утра я начал катать чисто все подряд чтобы вы понимали эконом и комфорт ну боль в больше всего было эконома получилось так то что накатал я в общей сложности 28 заказов но это очень много тем более яшка сейчас снизил гарантию и нужно именно много заказов делать на линии больше времени быть иначе ничего не получится в общем сделал я 28 заказов работал я с 10 утра до 11 часов ночи то есть с перерывом на обед 222 часа нет я не спал два часа я кушал то есть там кушал отдыхал часик ну не спал просто валялся ну в общем заработал я по деньгам 6000 грязи чтобы вы понимали 6 грязи это очень мало потому что яндекс комиссию свою забрал там 1200 или тысячу не помню этом скину под видео сколько точно будет чисто врать не буду и как бы получается так то что чистыми заработал получается четыре где-то примерно 4500 брать не буду наверное 4 примерно в общем конечно за 20 этих 8 заказов вымотался разные пассажиры были ну хорошо повезло то что адекватные были все пассажиры и в общем поездил я заработал 4000 и получилось так то что сделал я 28 заказов из них были отменены по заказам то есть ты подаешь машину они от меня ну в общем ребят скажу так то что заказы говно одни минималки сыпят больше ничего там по комфорту мне пару раз прилетала там на 700 до 800 рублей и больше ничего а комфорт смысла не стоит ждать потому что 100 рублей там очередной заказ когда она экономим могу 500 сделать в общем как-то вот такая тема некоторые комфорт плюс ждут и комфорту кого тачки подходят ну не знаю конечно это нужно ждать пока ждал комфорт включился фильм посмотрел у фильма поэтому чисто сидеть я не люблю работать много тоже не люблю ну я так понял то что каждому свое кто работает тут как говорится зарабатывает не у кого желание знаете после новогодних праздников ну реально не хочется работать поэтому все работают на аренде в краснодаре то есть там на аренду машину взяли им некуда деваться они ебашут как проклятые и поэтому тысячу дверь могут заработать за 15 часов если они прав напишите в комментарии я выслушаю сделаю сделаю очередное видео о том что я не прав так что делайте выводы ребят ну в общем подсчет такой то что я отработал 3 числа вот сделал по заказам 28 заказов сумма у меня составила 60 93 комиссия яндекса 1013 комиссия парка 239 рублей пробег составил 229 километров но это вообще очень много я обычно даже когда на комфорте ездил сто километров проезжал и как бы получалось там такая же сумма то есть смотрите сами там либо вы стоите либо вы работаете там разница есть отнять комиссии все остальное получается 4 840 минус бензин косарь получится 4 ну примерно 840 на бензин 4 да и еще не забывайте отнимать амортизацию то есть когда вы ходите на линию амортизацию отнимать и у вас будет вариант такой то что если не дай бог что там нужно поменять срочно в этом раз свой банк там а у вас там кругленькая сумма накопилась в общем такая я откладываю 500 рублей всегда потому что смысла нет там полторы тысячи откладывать там косарь смысла нет потому что за месяц там у меня получается с графиком 5 2 примерно 10 тысяч чтобы вы понимали 10 тысяч потратить на машину каждый месяц ну во первых она 17 года и мало ли что там не ломалась потому что у меня машина на гарантии была и постоянно к дилеру ездил мне все менял то есть за свой счет еще вам такой совет если у кого машины на гарантии и вы допустим не обслуживались в автосервисе ну в дилерском не бойтесь ехать к дилеру и предъявлять допустим там какие-то ваши недочеты там что-то у вас сломалось там сразу звоните на горячую линию и так и так вот нужно поменять не об не надо говорить а вы можете поменять надо просто им говорить я приеду запишите мне на время мне нужно посмотреть чтобы вы поменяли мне по гарантии если вы так будете говорить то они конечно меняют запчасти все эти старые запчасти не делать дефектовку они возят эти запчасти на завод и как бы вам ставят но у меня один раз замок поломался другой раз замок на багажнике поломался не открывался другой раз у меня рулевая рейка вы представляете volkswagen polo рулевая рейка ломается на 70000 и можно так сказать на акценте ездил или еще на какой-то машине там рулевая рейка ломаются 200000 но 70000 это вообще ни о чем если что заходите либо плейлисты либо в мои видео там увидите как как начинает стучать рулевая рейка может у вас тоже такая же проблема вы об этом не знаете и все как бы поехали поменяли вам все акты все сверки все подписали можете спокойно дальше кататься кстати когда меняли рулевую рейку мне сделали развал схождение бесплатно но это за их неустоимость то есть они сняли полностью всю рулевую поменяли ставили новую чтобы вы понимали рулевая рейка мне обошлась по их ним ценам 46 тысяч только запчасти и плюс еще работа ну в общем примерно 54 56 у меня вышло я вам потом еще скрин скину со своей программы сколько точно у там получилось ну в общем всем желаю ни гвоздя ни жезла удачи на дорогах удачи заказов чтобы вам были щедрые клиенты чаевые потому что вот вот этот новый год реально то что пандемия не пандемия получается так то что чаевых мало кто вставлять даже по комфорту они едут ну оставьте человеку да там полтинник там если за сотку едут но они так и сотку и либо на карту переводят либо еще там молодой человек у меня налика нету можем на карту приведем да переводите пожалуйста ну в общем получается так то что чаевых в общем мало и получается так то что настроение как бы работать не хочется хочется можно сказать так зарабатывать на самом деле получается не зарабатываешь постоянно минусы ходишь либо много работаешь каждому свое как говорится если ты на аренде да у тебя ни выходных не праздников ничего нету яндекс замутил такую тему в краснодаре в общем 31 числа мне приходит смс к о том что уважаемый водитель с 31 числа по 2 будьте на линии вам бонус 3000 рублей они что сделали под этот бонус все кто конечно катал этот бонус получил сверху то есть и там накатал допустим 20000 тебе допустим 3000 там сверху заплатили ну неважно надо было 100 заказов в общем выкатать получается так то что с 31 по 2 число включительно нужно было выкатывать 100 заказов а так как водители у нас половина железных которые на аренде катаются вот они получили свои 3000 бонусов ну фишка не в этом фишка в том то что яндекс хитро все сделал когда допустим 31 число или первое или второе было неважно были такие моменты я думал то что праздничная цена будет ну классно там выйдешь там тариф там 400 рублей посадка нет яндекс за счет этих гарантий взял и убрал коэффициенты коэффициенты были но они были маленькие он вроде ты стоишь в зоне коэффициентов он тебе показывает там 250 300 а на самом деле ты получаешь 40 и 50 рублей ну фишка в том то что работать в новый год это просто очко так скажу в этом году это вот так некоторые водитель там горит а я за три дня 20 и заработал ну посчитает ними комиссию отнимет эту всю систему бензин заработал ты 20 тысяч это полное говно четыре года назад можно было зарабатывать конечно по 16 по 15 тысяч по 20 и ездить допустим другой службы такси можно отменять заказы и все остальное сейчас не получается ценник яндекс монополист он взял ценники выровнял так то что катают все одинаково вот как ты как вы представляете допустим проехать два километра по яшке по тарифу эконом стоит 60 рублей это вот 2 числа было по тарифу комфорт стоит проехать 89 я думаю ну 89 это вообще смех а вы думаете по комфорт плюс сколько будет проехать два километра комфорт плюс у проехать два километра будет 79 рублей то есть комфорт был дороже чем комфорт плюс вот такая система я не понимаю чего вообще происходило вот так как сейчас народу в краснодаре меньше все уехали на поляну по горнолыском ждем в общем 11 числа это будет понедельник рабочий день я думаю здраво заказы уже пойдут и в общем принципе работа уже пойдет ну зима это всегда такие заказы то что там либо они есть либо их нету на бренде они всегда есть но фишка в том то что либо ты минималки катаешь либо ты катаешь хороший в основном получается минималки я сегодня катаю чисто плюнул на все и катаю по гарантии на сделать 25-30 заказов там так что вот такие дела